Всем привет, с вами Декоди и за последний месяц я прошел целых два экстрима, которые начинал проходить, но по каким-то причинам забрасывал это делать. Почему бы не продолжить этим заниматься? Наверное, около года назад мною был обнаружен один достаточно примечательный демон под названием The Lost Existence. Его особенность заключается в том, что он создавался в рамках Contest All Evolution от Optical. Основной его идеей было создание уровня, не похожего на другие, с использованием малого количества объектов, но проработанным геймплеем. Все это включает в себя экстремальный, на данный момент, демон от Джонатана. Несмотря на простенький декор, он является очень атмосферным, то есть атмосфера в уровне меняется в зависимости от музыки. Геймплей крайне хорошо синхронизирован с ней, отчего в демон довольно приятно играть, за исключением некоторых моментов. Например, как на 38%, где тайминги довольно жесткие, особенно если брать во внимание робота. Если их еще можно натренировать, то вот один момент на дуалах заставляет напрягаться каждый раз, когда до дуда доходишь. А именно вот этот прыжок на 42%. Как я его только не тренировал, пытался проходить даже под удар кика в треке, все безуспешно. В конце концов пришел к выводу, что лучше смотреть на куб, и когда он выезжает за блок на определенное расстояние, нажимать на кнопку мыши. Дуалами все не ограничивается, ибо басфайт было натренировать еще сложнее. Он не рандомный, как может показаться на первый взгляд. Просто нужно выучить, в какой момент прыгать на фуошке сначала вверх, а потом резко вниз, окипая быстро летящие огненные пилы. После свинкоптера, на котором трудновато контролировать свои клики, но он все равно легче басфайта, не остается больше ничего сложного. Разве что шар и паук с несколькими противными таймингами. И вот как это имеет экстремальную сложность. Я могу понять и Dark Odyssey, чего там только стоит выучить дуалы, но The Lost Existence, видимо, длина решает. Я это прочувствовал на себе, ведь разбиваться после 4 минут игры куда обиднее, чем после 40 секунд на каком-нибудь более жестком экстриме. Тем не менее, на мой взгляд, он находится прямо на нижней планке, если брать во внимание все демоны такой же сложности. Не хватает буквально чуть-чуть, чтобы ему стать не легким экстримом, а инсейном. Впрочем, обобщая все факты, могу даже рекомендовать к прохождению в качестве первого экстремального демона, если не боитесь разбиться на последнем прыжке после 6 минут игры. Ну, он очень долгий, то есть можно говорить во время прохождения что-либо, не знаю, в чат смотреть. Ну, хотя нет, там есть некоторые такие достаточно сложные парты. Но меня они никак не пугают, потому что я очень много таймингов в своей жизни повидал. Ладно, проходим спокойненько. Это спокойный парт, ну, относительно других. 7%. Ну, слушайте, в принципе, нормально двигается, достаточно быстро. А я вообще начало не тренировал, к слову, абсолютно. Так, главное здесь не забыть. Да, я не тренировал начало. Это плохо. Блин, я где-то 40% начал тренировать, короче, и как-то дальше забил на это дело. Ну, то есть я подумал, что вначале 100% я смогу проходить на изи. Каждый раз. О! Тун. Тун-тун. Так. Сейчас этот у нас парт. Достаточно человый. Но надо не терять концентрацию. Я потерял концентрацию. Ну, хорошо, что хоть не ориентацию. Я переживал, как будто на каком-то... Я не знаю, как так вообще, но это очень переживательный демон. Ох. Ох! Ох. 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 все самое сложное прошел и слился на 52 ну ё-моё меня попыт даже еще остался оп уже не остался декади привет сколько тебе лет мне на лет как опасно было все спокойненько спокойно да и спокойно идти не переживаем ну тысячи чертей ну ёкало мне блин блинский я не могу меня вот с этого прям начинает просто забрал короче новый год дед мороза теперь я дед мороз хуй что нахуй что блять ебать нахуй ебать нахуй ебать нахуй просто а дед мороз все не будет блять нового почему так почему жизнь так несправедлива вот как я присел на этот шип смотрите я на него просто сел роботом а Блин, ну как-то думал, вот если бы я учился до сих пор в школе, да, вот, ну, или как? Когда учился, мне бы эта идея пришла. Прикиньте, стрим из школы провести. Это уж так офигенно на самом деле. И реально, типа, ты сидишь, учишься, там, рофлишь на уроке. Блин, это было бы офигенно. Но, увы, я уже так не смогу. Ну, видишь, мы с пятеркой, как бы, вместе, можно сказать, два гения. Всякие идеи нам приходят непонятные в голову. Ну, еще нужно, чтобы окружение было соответствующее. Я вот, допустим, в универе никогда бы не стал проводить стрим, потому что мне не нравится. Ну, короче, хз. Мне было бы некомфортно там стримить. В школе, может быть, и да. Ну, пока. Ну, пока. Ну, пока. Погнали. Погнали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...